Друзья, и сегодня у нас еще есть одно радостное событие. Я думаю, вы видели здесь людей, очень сильно нарядно одетых, с цветами. Вы знаете почему? Я думаю, что многие из вас знают и к этому готовились. У нас сегодня Баат Митсва. Аллилуйя! Когда ребенок рождается, он кричит. Знаете, он говорит этому миру, здравствуй, я пришел. Это я. Это я пришел, и весь мир теперь мой. Потому что я родился в этот мир. Этот мир стал существовать только потому, что я в нем. Но мы понимаем, что он начинает расти. И потом он говорит первое слово. Он говорит «мама», он говорит «папа». И он говорит «я часть моей семьи». Это моя семья. Потом проходит время, он уйдет в школу. Он учит буквы. И он что? Он учится записывать свои мысли, свои слова. Потом он растет. И наступает момент, во всяком случае в еврейской культуре, в еврейском доме, когда ребенку нужно сказать нечто большее. Он говорит «не просто я родился в этот мир». Он говорит «я не просто знаю что-то, я не просто могу записать что-то». Он говорит «я знаю, кто я, я знаю, кто мой Бог, я знаю, куда мне идти». И он выходит перед людьми, он переходит перед собранием, он выходит перед народом, и он заявляет. Можно сказать, что это не библейская, конечно, традиция. Но вы знаете, Ешуа приходил в храм в 12 лет. Что он там делал? Он общался с мудрецами. Я вам хочу сказать, здесь сидят мудрецы. Каждый в своей области. Все мудрецы. Все мудрые. Потому что, знаете, каждый знает что-то, чего не знает другой. Но мы знаем нечто большее. Писание, оно говорит нам, что дети, да, это богатство от Господа. И написано, что каждый из нас будет лично давать Богу отчетно, ответственность за себя. Мы не будем говорить, что кто-то, где-то, но для этого нужно что-то сделать. Нужно сказать Богу, что это я, это ты, и я согласен с тобой. Есть такая традиция, хорошая традиция, когда ребенок достигает определенного возраста, он выходит, открывает Божье Слово и комментирует его. В нашем случае у нас сегодня не мальчик, у нас сегодня девочка. И это тоже хорошо, потому что... А? Уже девушка. Вот. Спасибо. Вот я же говорю мудрецы. Итак, я не буду вас томить, потому что можно говорить. Под звуки шафара я приглашаю на это место за эту... А где наша Бима? Братья, подождите, помогите мне с Бимой. Давайте мы поставим Биму, чтобы она была все видна. Я так напряжение создаю. Знаете, как в фильмах оно есть напряжение. Создается напряжение. Все в ожидании. Когда же? Сейчас. Вот посмотрите. И за эту Биму, можно поднять ее выше, чтобы все выделили ее лучше. Я помогу сам. Чем не послужишь, чтобы праздник был? Итак, под звук шафара мы приглашаем... Мирослав! Иди сюда! Я могу сказать, мы с ней готовились. И много готовились. И я даже более того скажу, я очень многому научился. Шабад шалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся перед чтением Торы. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Амин. Недельный раздел Толдот. Шестой раздел Торы, расположенный в первой книге Берешит. Назван по первому значимому слову текста. Вээль Толдот Эцхак. Вот родословие Эцхака. Содержит в себе стихи с 25 главы 19 стиха по 28 главу 15 стиха. Бытие 26 глава 1 стих. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. В жизни каждого верующего человека наступают времена испытаний. Очень часто в этих испытаниях мы принимаем неправильные решения. В истории с Эцхаком испытание голод и его решение идти к Авимелеху. Авимелех можно саврито перевести как царь-отец, царь-батюшка. Эцхак принял самостоятельное решение и даже не спросил Бога, правильно ли он поступает. Ведь мы знаем, что Эцхак знал, что есть Бог, и он верил в него. Давайте прочитаем Бытие 26 главы 2 стиха по 5. Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся всеми не Твоем все народы земные, за то, что Абрам послушал глаза моего, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Почему Бог сказал Ицхаку не ходить в Египет? Ведь в тексте мы видим, что Ицхак шел в Герар, а не в Египет. Мы думаем, что мы умнее Бога, все знаем, все просчитываем, но Бог говорит, Исайя 25 глава 8 стих, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. Бог знал, что Ицхак идет в Герар, но он мог пойти в Египет, поэтому сказал ему не ходить, ведь Египет — это рабство. Мы тоже поступаем как Ицхак, мы принимаем необдуманные решения, которые приводят нас к глупым поступкам, из которых в дальнейшем появляются большие проблемы. Давайте посмотрим пример с враньем. Обман — это наша попытка защитить себя. Например, история из моей жизни. Я хожу в музыкальную школу, и я должна была пойти после уроков на нее. Маме я сказала, что пойду, а не пошла, потому что очень боялась, что учительница меня наругает из-за того, что я не сделала домашнее задание, и меня долго не было. И у меня в это время разрядился телефон. Мама очень сильно переживала, учительница очень сильно переживала, а меня не было, я гуляла по городу. Я совершила неправильный поступок, и перед этим приняла необдуманное решение. Вранье — это очень плохо. И в итоге получились очень большие проблемы. Мамы на испорченные нервы, потом наказание от учителя по музыке, наказание от классного руководителя. Если мы хотим быть благословенными и успешными, мы должны слушать Бога и исполнять Его волю. Давайте прочитаем Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». В истории Ицхака мы видим, что Бог поставил условия Ицхаку, что он должен делать, чтобы получить благословение. Делаем вывод, что наше послушание и исполнение Божьей воли несет благословение. Бог сказал Ицхаку, «Не ходи в Египет и оставайся в земле, в которой был голод». А что же Ицхак? Бытие, 26 глава, 6 стих. «Ицхак поселился в Гераре». Был ли благословен Ицхак, поселившись в Гераре? На первый взгляд, да. Большие стада, крупного скота, мелкого, лучший урожай. Но что происходило за кулисами этой истории? История с Ривкой. Пришел конфликт с семью. Ицхак, пришедший в Герар, солгал, что Ривка его сестра. Но Абимелех узнал, что она его жена. И спросил, «Зачем ты нам солгал?» Прямо этом, прямо не говоря, но пришел конфликт с семью в отношениях между Ицхаком и Ривкой. Война за колодцы. У Ицхака была постоянная проблема со слугами Абимелеха. Он копал колодцы, а они их зарывали. Союз с Абимелехом. И снова, на первый взгляд, к Ицхаку обратились с хорошей просьбой заключить мир. Но мотив этого был страх. Ицхак боялся, что случится, если его бывшие друзья, союзники, несут ему удар в спину. И Г, в дальнейшем мы видим конфликт Ицхака и Исава. Ицхака, Исава и Якова, братьев-близнецов. Хотел ли Бог, чтобы так было? Конечно, нет. А почему так происходило? Потому что Ицхак не послушался воли Божьей и не остался в обетованной земле. Вы можете спросить, неужели эта земля, земля, в которой был голод, есть обетованием, Богом земля. Бог сказал, в бытие, 26 глава, 2 стих. «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, и дальше, странствуй по ней, по сей земле, и я буду с тобой, благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Все земли сии, что означает? Что Ицхак был в обетовании Богом, в Божьей земле. Мы можем сделать вывод, что Божья земля может быть даже той землей, в которой мы живем, и в ней может быть голод. Мы уже читали римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Бог хотел явить благословение Ицхаку в той земле, где был голод, что эта земля была обещана Богом Аврааму и потомству его. Бог хотел благословить Ицхака и всех живущих через него. Бытие 26 глава, 2 стих. «Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Как в будущем Иосиф, потомок Якова, сына Ицхака, стал благословением для Египта и всех других народов. Мы часто пытаемся убежать от испытаний. А может, не надо? Может, эти испытания Бог хочет явить свое благословение? Через эти трудности мы войдем в призвание, которое Он нам обещал. В молитве «Отче наш» есть фраза «Да будет воля Твоя». Как мы можем узнать волю Божию? Через молитва и чтение Библии. Ицхак не послушался Бога и выдал свой страх за волю Божью. Именно поэтому в его жизни появились все эти проблемы. Но Бог даже тогда, когда Ицхак сделал неправильно и не послушался его, Бог хранил его и заботился о нем. Есть короткий путь, но долгий, а есть длинный, но быстрый. Короткий путь — это наша воля и наши желания, а длинный, но быстрый — это воля Божья. Порой перед городом нашей мечты стоит гора, и нам кажется, что через гору идти быстрее, чем вокруг. Но пока мы дойдем до верха, мы очень сильно устанем, и потом долго будем спускаться. А если мы пойдем вокруг этой горы, то сэкономим силы и время, и придем гораздо раньше. И этот пример для того, чтобы понять, что с Богом даже самый длинный путь короткий, а вот самый короткий, который мы сами изберем, окажется очень длинным. Давайте будем искать воли Божьей на нашу жизнь. Будем исполнять Его волю, а не свои желания. Давайте встанем и помолимся после окончания чтения Торы. Благословен Ты, Бог, Царь Вселенной, даровавши нам истинную Тору и даровавши нам вечную жизнь. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Как говорила наша уважаемая батницвенница, знаете, за кулисами этой истории, когда ты стоишь рядом и ты видишь, как они плачут в ожидании выйти сюда, ты думаешь, как это прекрасно, что дети относятся к этим вещам так серьезно. Знаете, мы иногда думаем, они просто выходят сюда, чтобы сказать, ну, вот я такая, вот чтобы угодить родителям. А на самом деле мы порою не замечаем, что они выросли. Они выросли, и у них есть отношение с Богом. И Бог имеет отношение с ними. Оно обоюдное. И Бог благословляет их своим благословением. И они становятся благословением для нас. Иди сюда уже. Выходи, телефон не забудь. Смотрите, какая она у нас уже большая. Ну что, я хочу пригласить на это место родителей, чтобы они сказали слово свое. Вы знаете, непросто стоять на этом месте. Я не знаю, те, у кого дети уже тут были, какие ощущения. Это, ну, правда, особенное время. Это время, когда вы понимаете, что Бог, да, Он дал жизнь, жизнь, в которую вы вложили свое сердце, свое время, свои слезы и свои радости. И я безмерно благодарна Богу за чудо, за то, что я могу видеть то ее решение, которое она изъявила, быть в этом месте, быть в общине, быть с Господом, славить Его и почитать Его Слово. И так как она говорила сегодня о том, что волю Божью можно найти с Писанием, то мой подарок ей будет сегодня. Вот такая Библия. Это Слово Божье. Доченька, я долго думала о том, что бы Бог сказал тебе сегодня. И все, что Он хотел бы сказать, уже есть там. И это... И это твоя жизнь, она сладкая очень перед Богом. И там в Его Слове написано, что Его Слова, да будут они медом в устах твоих. Пусть тебе будет всегда сладко, когда ты открываешь Его Слово. Пусть тебе будет сладко, когда ты говоришь Его Слово другим. Пусть людям, которые находятся рядом с тобой, будет всегда очень сладко. И я немножко такой прообраз скажу, что как сладко вот ей сегодня и Богу смотреть на такое событие. В конце служения я приглашаю вас всех немножко пробовать сладости, которые будут после окончания служения. Там на столах вы возьмёте. И когда вы будете брать, помните, что Бог говорит, да, благословений потоки Он изливает на каждого из нас. И когда вы возьмёте, благословите сегодня вот этим вот благословенным потоком благословений, мою девочку, вот чтобы сегодня в полной мере она была покрыта благословениями. Пришло время оправдать то имя, которое ты получил. Скоро будет мир и слава в твоей жизни. Я хочу ещё пригласить Олег, Сергей Михайлович, Серёжа, старейшины общины, чтобы вы благословили нашу, сказать, батмитсвенницу. Так звучит. Батмитсвенец. Батмитсвенец. wuratig, который растет в доме твоём. И смотря на мирославу, на то, как ты её растишь, на то, как ты работаешь в её жизни, действуешь в её жизни, мы хотим возблагодарить Тебя. Боже, мы просим, чтобы Ты особенным образом вёл её по её жизненному пути. Чтобы она вошла в то призвание, которое Ты приготовил для неё. чтобы она исполнила это призвание во всей полноте, да будет она благословена, Боже, пред Тобою и в глазах людей, да будут ее знать, Господи, знать ее как благочестивую дочь Твою, как благочестивую жену в будущем, да будет она воспитывать детей своих в страхе Твоем, Господи, и да будет она припоясана мудростью, да будет благодать Твоя и милость с нею всегда. Мы, как община, благословляем Тебя, исполнить волю Божию, Бешемишу Амашхейна. Амин. Мазел топ! Подождите, знаете, еще нет, еще не спешите, все нормально, у нас еще, знаете, надо говорить детству до свидания. Детское служение хочет сказать до свидания. Я хочу сказать, что Мирослава очень особенный ребенок, потому что за каждого ребенка мы молимся, достигаем молитвах, и она была особенная, я долго ее достигала, и мы ее достигли все вместе, и мы хотим тебя поздравить от всей нашей школы шабатней, и хотим сказать благодарность Господу за тебя. Благословен Ты, Господь, Бог Царь Вселенной, даровавший нам такую прекрасную ученицу, даровавший нам Мирославу, Господь, благослови ее жизнь, Господь, дабы она была благословена до тысячного рода, Господь, дабы она была мудрой Девой Божией, дабы она сияла и горела для тебя, Господь, во все дни жизни своей, Господь. И как прообраз такой пророческий, мы хотим кое-что сделать. Так, ты держи вот эту. Ты сегодня прокомментировала Тору. Ты сделала сегодня особенный шаг в своей жизни. Ты сегодня зажглась, как вот эта свеча. И мы хотим тебе все сказать, гори, будь мудрой Девой, которая горит с огнем, и чтобы ты была благословена, и твой свет сиял, и был виден всем. А мудрая Дева имела масло, и оно горело. Итак, и еще детская, подождите, а еще подростковому, сейчас мы будем потом дарить цветы, делать подарки. Мы говорим детству до свидания, а подростковому мы говорим, что шалом. Молодежь, извините, молодежь. Подростково-молодежное служение принимает тебя с большой, с огромной радостью. Мы тебя будем поздравлять уже на служении. Я тебе хочу сказать, что ты очень талантливая и очень одаренная девочка. И все, что хочется пожелать, всегда наслаждайся Господом, находясь всегда в центре Его воли. Во имя Ишо. Аминь. Я помню, как я ее на руках носил. Я помню, как-то собралась домашняя группа, а я был в посте. И я у меня отдельная, а мы жили, я жил у Оли Евлампевой, да, с Антоном. Комнату снимал у них. И собралась куча людей, а Оли и Антона не было. И ребенок так расплакался. Они ее там носили, они там перед ней плясали. Она просто не умолкала, около часа. Просто вот так вот, ну, как. И я вышел, говорю, дайте мне ребенка. Мне уже, да. Я ее только взял на руки, она сразу успокоилась. Все, да. Да, было время. Я хочу поздравить Мирочку от детского служения. Я хочу поблагодарить ее за помощь, которую она оказывала нам в младшей группе. Она готова к любой работе. Я хочу отметить ее трудолюбие. Человек готов и стол накрыть, и пол помыть. Она готова любую поделку приготовить. И еще у нас были такие, как, не знаю, брейн-рынги, или как сказать правильно. Нужно было провести урок без подготовки. Мирослава готова. Это не каждый взрослый может сделать. Это не каждый. Это тяжело. Мирослава может это сделать. Я хочу ее поблагодарить. Еще хочу сказать, сегодня такой день. Я хочу сказать, я видела Мирочку в обыденной жизни. Человек может не просто стол накрыть, она умеет подготовить полностью шаббат. Она от того, что начинает чистить, и до того, что зажечь свечи и сказать молитву, человек полностью готов. Это еще не все. Это не все. Она может побыть с младшими детьми. Она полностью может ухаживать за детками. Человек готов полностью ко взрослой жизни. Она готова над собой работать. Она готова над собой работать. Мы все как бы есть над чем поработать. Но человек в таком возрасте, который готов над собой работать, это тоже много о чем говорит. Она не строптива. Она с готовностью признает свои ошибки, как мы сегодня слышали. Мамочка требует больше. Это правильно и хорошо. Но то, что они достигли сегодня, это замечательный результат. Ты замечательный. Поздравляю тебя, дорогая. Рады за тебя. У нас сегодня горячий микрофон. Вы знаете, вообще это на самом деле здорово, когда вот выходит сюда вот молодая девушка, и так много поздравлений. И вы знаете, то, что Сережа ее держал на руках, это было каким-то пророческим действием, потому что ребенок занимается в музыкальной школе, ходит на прославления. И я вам хочу сказать, что даже если когда-то что-то не выучивает, все равно потом выучивает, и мы видим результат. Я тебе желаю, чтобы дух поклонения Богу, он всегда был в твоем сердце, чтобы ты всегда была в кротости и смирении, и была готова дарить радость. Знаешь, смех и радость мы приносим людям, чтобы вот этот свет и эту радость через прославление Бога в песнях, в словах, в делах, это был очевидный плод. И детское прославление тебя тоже поздравляет. Мы тебя все очень любим. Мазел Тов! Ну, и я уже скажу честно, я не могу удержаться. Раз пошло такое, вот такое движение, и от меня немножко. Я помню эту молодую леди не в одной роли. Она умеет перевоплощаться. Я помню этого чтеца на сцене, который читал. Я помню пуримшпили, на которых она была. Я помню спектакли, в которых она играла. Я вам хочу сказать, это ребенок больших талантов. Знаете, как больших и малых театров актеры. И знаешь, я хочу сказать, что для меня, как вообще благословение, вот благословение, что вы, маленькие дети, маленькие, которые становятся большими, оставляете в моей жизни тоже какой-то след. Потому что я у тебя тоже многому учился. И еще раз. Вы помните, как говорил Рабинах, бабушка, не могу, извини. Ты сегодня просто нарасхвал. Я сегодня очень волнуюсь. Я в своих внуках всех растила. Одного он маленький стоит, 21 год. Я его с трех месяцев до шести лет. Эту взяла к себе домой с пяти лет практически. То, что я ее не до этого нянчила. Она у меня была до окончания третьего класса. Это мои дети. Это не ваши дети. Это мои дети. Это мои дорогие дети. И я хочу, она тоже там все время активно в церкви принимала участие. И я хочу ей подарить любимый псалом наших детей и нашей молодежи, которые в церкви. Это псалом 90-й. Вы все знаете. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Покоится. Я не буду его весь читать. Но я хочу, чтобы ты его знала наизусть. И где бы ты ни была. И когда бы тебе трудно ни было, ты его прочитай. Или наизусть скажи. Мне когда трудно в жизни, вы знаете, я вспоминаю слова из этого псалома. И Бог со мной. Он со мной везде. Я благодарна Богу, что у меня есть дети, что у меня есть такие внуки. И что их тут так обогревает церковь. Благодарность вам. Ну, знаете, Рабин Ахман из Бреслова сказал такую вещь. Он говорит, когда человек танцует, он на одно мгновение приближается к небу. Потому что он подпрыгивает и отрывается от земли. Мы хотим тебе подарить чуть-чуть неба. Садись. Братья, выходите. Рабин Ахман из Бреслова 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 Рабин Ахман из Бреслова